Вот и наступил долгожданный первый весенний месяц. И несмотря на то, что еще в саду лежит снег и ночные температуры опускаются даже до 10 градусов, наступило время обязательных садовых работ. Ну а для того, чтобы дисциплинировать себя в их выполнении, давайте озвучим перечень обязательных мартовских работ в саду и на огороде. Итак, начну я, пожалуй, с одного из самых ранних весенних мероприятий – это обрезка ягодных кустарников и плодовых деревьев. Именно они обеспечат благоприятные условия роста и развития растений, так как формирование их наземной части позволит сохранить правильный баланс между их ростом и плодоношением. Ранняя обрезка у яблонь обеспечивает более дружное цветение, а это значит и более высокий урожай. Причем делать это лучше в безморозные дни, когда температура около 0 градусов. Кстати, обрезают не только плодовые, но и декоративные кустарники и также прореживают их кроны. Перед обрезкой обязательно соберите с нее оставшиеся с осени мумифицированные плоды и листья, зачастую затянутые паутиной, и обязательно сожгите их. Такие плоды обычно не падают на землю, а способны висеть на дереве даже в течение двух лет, при этом эти две весны они будут активно распространять споры плодовой гнили по всему садовому участку. Поэтому внимательно выявляйте и уничтожайте такие мумифицированные плоды, пока инфекция не попала на здоровых обитателей участка. Также в ходе обрезки кустов крыжовника и смородины удаляйте засохшие, скривившиеся и деформированные верхушки побегов со следами грязно-серого цементного цвета налета. Это мучнистая роса. И, конечно же, побеги с раздутыми круглыми почками бледно-желтой окраски. Именно в них зимует смородинный почковый клещ. Все эти больные элементы кустарников нужно в обязательном порядке сжечь. Кроме того, ветви смородины, у которых сердцевина изъедена и заполнена темной субстанцией, это есть признак поражения растений гусеницами смородиной стеклянницы. Такие ветви нужно срезать до самого основания и обязательно сжечь. А если же вы против использования химических препаратов для обработки сада, то тогда обязательно воспользуйтесь простым и безопасным методом, который заключается в обеззараживании кустарников обычной горячей водой. Все подробности такой термической обработки я рассказала и показала в одном из моих видео, которое вы можете посмотреть, пройдя по ссылке. Также необходимо откопать плотный слой снега вокруг ствола деревьев радиусом с метр, чтобы тем самым избежать температурного перепада между нагретой наземной частью дерева и замерзшей после зимы нижней. А если же окружающая температура позволяет, то есть таит плюсовая температура, то можно начинать белить стволы и основные ветви плодовых деревьев. Это защитит их от солнечных ожогов, которые происходят также из-за перепада температур. При этих работах всегда обращайте внимание на состояние коры деревьев. Если она подмерзла или же есть раны, глубокие трещины, то их нужно сначала зачистить острым садовым ножом до здоровой ткани, затем продезинфицировать их раствором железного или медного купороса и замазать садовым варом. И, наконец, если же у вас уже стабилизировалась теплая погода, то нужно на короткое время приподнять укрытия с кустов роз. И для того, чтобы растения не сопрели, возле них прокопать канавки. А под луковичные цветы, к примеру, тюльпаны, в это время уже можно прямо по снегу или же по подмерзшей почве рассыпать минеральные удобрения с преобладанием азота. Спасибо за просмотр! Ставь палец вверх и подписывайся на наш канал!